Перезахоронение останков советских воинов прошло в присутствии немногих ветеранов и школьников. Литию по погибшим отслужил благочинный Севастопольского округа. Семь десятков лет достаточно большой срок. Если память о Великой Отечественной живет, то медальоны, которые должны были сохранить имена погибших воинов, уже рассыпаются в порошок. Из шести найденных в этом году медальонов три записки не сохранились. Над одной еще работают криминалисты. На двух удалось вот таким образом установить части имен и фамилии. И сейчас медальоны отлеживаются. Иногда бывает, что бумага темнеет и буквы проступают. Я думаю, что может быть нам все-таки будет счастье поисковое, и мы установим еще одно хотя бы имя неизвестного защитника Севастополя. В этом году долг отмечает 20-ю годовщину. Только за последние пять лет севастопольские поисковики нашли и перезахоронили останки почти трех тысяч советских солдат. Большинство останков обнаружены на территории Микензиевых гор, где шли наиболее ожесточенные бои буквально с первых дней обороны. В бухте Казачьи подняты останки. Там идет интенсивное строительство, и нас часто вызывают на место обнаружения останков. В раскопках принимали участие и тульские поисковики. Под Севастополем воевали их земляки. Сейчас открыты архивы, и стало намного легче работать, потому что есть данные о том, кто где погиб, сколько людей. И вот по количеству найденных людей в определенном месте мы можем их, в принципе, определить, кто это. Но не конкретно каждого. Конкретно каждого, конечно, очень мало. Ну вот недавно был у нас случай, то есть по ложке, на которой было написано имя, мы нашли солдата. Медальонов очень мало сохранившихся, практически их нет. Даже которые есть, они не читаемые. Документальный фильм о работе севастопольских отрядов поисковиков снимает студент Киевского университета кино и телевидения. Мы случайно познакомились с двумя поисковиками, которые здесь работают. Они рассказали, что в городе Севастополе существуют люди, которые выкапывают останки бойцов Великой Отечественной войны и нормально их хоронят по-человечески. Иногда находят родственников, которые приезжают со всего СНГ. Мы подумали, что это действительно интересно, потому что об этом никто не знает. Ну вот если взять страну, очень мало людей вообще об этом задумываются. Молодой режиссер предупредил, что увидеть этот фильм на телеэкранах, скорее всего, не удастся. Крупные телеканалы не покажут документалистику без скандалов, интриг и расследований.